Музыка Музыка Поток беженцев продолжает проезжать через Сербию. Почти каждый день на границе Сербии, Македонии, проезжает около 4-5 тысяч беженцев. Они раньше большинством проезжали до Венгрии, Хорватии. Сейчас идет настояние Евросоюза, чтобы закрыть границы. Как вы хорошо знаете, Венгрия поставила железный забор. Хорватия тоже имеет какой-то... Вообще весь Евросоюз обсуждает этот вопрос. Я считаю, что вопрос мигрантов очень серьезный. Хочу подчеркнуть, что в Сербии по-человечески отнесла к всем мигрантам. Они прошли через Сербию без либо одного инцидента в Сербии. Но Сербия, как это известно, не может самосправиться с той огромной волной мигрантов. Вопрос мигрантов – это вопрос всей Европы и всего мира. И мне кажется, самое важное – решить причины этого потока мигрантов. Надо сделать спокойствие, надо сделать мир, стабильность в этих районах Ближнего Востока и Северной Африки, Афганистана в том числе, откуда приезжают мигранты. И Сербия готова решать этот вопрос вместе с другими государствами. Сербия уважает все международные конвенции и правила. И мне кажется, что Сербия в этом вопросе показала свое настоящее человеческое лицо. Помощь была и со стороны Российской Федерации. Через сербско-русский гуманитарный центр в городе Ниша Россия доставила большую помощь. Там около 20 больших палатков, мне кажется, несколько десяток более маленьких палатков, агрегаты, топлива разного и так дальше. Но где-то можно разместить около 800 тысяч мигрантов в этом помещении, которое Россия помогла. Значит, что касается самого Брюссела, там был наш премьер-министр, вопрос обсудался, какие конкретные решения там были, я не в курсе совсем. Но хочу подчеркнуть, значит, Сербия готова участвовать в решении этого вопроса, но не может сама на себе взять решение. Проблем очень серьезные, он имеет свои и экономические, и социальные. Но и другие аспекты, вы видите, как реагирует... Вы знаете, просто я хочу сказать, что нам постоянно говорят, вот, вы должны уважать европейские ценности, человеческие права и так дальше. Ну, хорошо, они правы. Но, друзья, давайте, и вы уважайте эти ценности. Сербия соблюдала все европейские ценности, все правила международные. Но зачем сейчас неожиданно какое-то опасение, страх в Центральной Европе от мигрантов? Разве вы вчера не говорили, все время? Вот вы должны, да, не показали и толерантность, и мультикультурность, и мультиэтничество. Сербия на деле показала это. Европа тоже должна показать, что она сама готова соблюдать свои европейские ценности. Я хочу подчеркнуть, что стотни, стотни радикальных исламистов из этого сербского края, Косово и Токхи, из Албании, из Боснии Герцеговины, из Македонии, воюют на Ближнем Востоке. Вот мы постоянно, я даже много раз говорил об этом, что вопрос Косово, это не только вопрос сербского культурного наследия, уничтожения всего нашего наследия, это тоже вопрос открытия коридора для прорыва радикального ислама в Европу. Вот это самый важный вопрос. И мне кажется, что Европа с опозданием поняла этот проблем. Европа не готова встречаться с таким серьезным проблемом. Она должна решать эту проблему, должна решать причины. Но если вы поддерживали радикальный ислам на Балканах, а что вы могли ожидать сегодня? Он приезжает к вам сегодня. Поэтому вопрос очень серьезный. И я считаю, что стабильность Балкана, Сербия как государство, очень заинтересована и все делает, чтобы Балкан был стабильным регионом. Вы знаете, что у нас мы восстановили нормальные отношения с нашими соседами. Несмотря на разные провокации, Сербия постоянно настаивает нам этом, что мы хотим стабильность региона, мы заинтересованы стабильностью, и мы не будем ничего сделать, чтобы этот регион был нестабильным. Но с другой стороны, важные международные факторы, прежде всего западные силы, Евросоюз должен тоже сделать все возможное для стабильности Балкана. В том числе и косвые итоги. Если вы поддерживаете радикальный ислам на косвые итоги, что вы можете ожидать? Вы можете ожидать, что завтра этот радикальный ислам придет и в Центральную Европу, и в Западную Европу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok